Августовское совещание работников системы образования Гомельской области. Несмотря на традиционность этого мероприятия, в этом году его можно назвать особенным. Гомельская конференция прошла буквально на следующий день после республиканского совещания с участием президента. А поэтому разговор прежде всего о путях совершенствования региональной системы образования. И здесь кадровый вопрос среди основных. Будут в школах профессиональные и увлеченные учителя? Будут и все остальные успехи? То, что касается педагогических специальностей, для нас это очень актуально. Будущее закладывается в педагогических вузах. И нас радует то, что количество педагогических классов увеличивается. Интерес среди ребят при поступлении на педагогические специальности увеличивается. В Наравинской гимназии кадровый вопрос на особом контроле. Почти 60% учителей имеют высшую квалификационную категорию, что позволяет давать учащимся знания на достаточно высоком уровне. В этом году 90% выпускников поступили в высшие учебные заведения. А средний балл по централизованному тестированию превысил среднеобластной. Пожалуй, единственное, о чем с грустью говорит директор гимназии, слабая связь с вузами и научными институтами. Тем более, что у многих гимназистов есть стремление к исследовательской работе, причем в различных сферах. Новые слова, которые пришли в нашу речь и употребление этих новых слов учащимися. Интересная была очень работа в прошлом учебном году по русскому языку. То же самое, новые слова, которые приходят в наш язык с иностранного языка. Занимаются такими исследовательскими работами учителя иностранного языка. У нас учителей английского языка 5 человек. И мы знаем, что в язык и русский, и белорусский сейчас очень много пришло слов именно с английского языка. Мы получили в прошлом учебном году диплом третьей степени на областной конференции научно-исследовательских работ поиск по учебному предмету физика, где ребенок 8 и ребенок 9 класса исследовал физиологические особенности своего организма. А вот насчет высказываемых предложений о начале гимназического обучения не с 5 класса, как сейчас, а с 10 в Наровле готовы поспорить. Пятиклассники, конечно, на конкретные профессии еще не ориентированы. Однако вызвать интерес к учебе можно уже в этом возрасте. В старших классах сделать это будет сложнее. Мы даем там формулы, решаем задачи. Они не осмысливают эти задачи, не формулы. Но мы зарождаем вот это зерно, которое у нас в голове, кидаем туда зернышко, оно постепенно что начинает? Прорастать. Вот в пятом классе мы его забросили, а к седьмому, восьмому, в десятом оно уже вырастает. Впрочем, прививать интерес к учебе в Наровле пытаются не только с помощью формул и правил грамматики, но и созданием школьных музеев. В местных школах их уже несколько, причем все без исключения необычные. В том же музее сельской торговли собрали не просто экспонаты, а все то, что можно было купить в местных магазинах за последние сто лет. От икры и атлантической сельди до грузинского чая и кофейного напитка. Также у нас есть небольшая коллекция одеколонов. Среди мужчин с самыми распространенными одеколонами были Шипр, Красный Москва и Тройной одеколон. Среди женщин орхидеи летят жировли. Но среди молодежи с самыми распространенными одеколонами были Саша и Наташа. Также у нас есть небольшая коллекция радиоприемников. У каждого самого важного молодого человека должен быть радиоприемник. Когда у него был вот такой радиоприемник, океан-214, и вот такой вот фонарик, то он мог провести девушку до дома и надеялся даже на поцелуй. Впрочем, больше о чувствах в Третьей Наравлянской школе в этот день не говорили. Зато похвастались командой юных инспекторов дорожного движения, постоянной победительницей районных соревнований и участницей областных. Хотя только созданием отряда тоже не ограничились. В активе школы и проведение акций вроде «Стань заметней в темноте» и создание на территории учреждения уголков безопасности. Кстати, за последние два года случаев дорожно-транспортных происшествий с участием школьников в Наравлянском районе не было. Знания по предмету безопасной жизнедеятельности здесь дают действительно основательные. И не только по нему. В Третьей школе вообще уверены, при желании получить хорошее знание можно не только в гимназии. Впрочем, давний спор гимназии и средний школ, где лучше, пока все еще остается открытым. Есть профильная группа с углубленным изучением немецкого языка и русского языка. В прошлом году у нас был профильный класс с изучением на повышенном уровне математики и русского языка. То есть школа общеобразовательная, она тоже дает возможность. У нас есть профильное обучение, которое дает не только гимназии, но и общеобразовательные школы. Трудовое обучение школьников сегодня, пожалуй, не менее важно, чем изучение интегралов. В жизни каждый должен заниматься своим делом. Но когда мужчина не может забить гвоздь или пришить пуговицу на своей же рубашке, это явно ненормально. Хотя здесь тоже важно знать меру и пытаться совместить обязательную школьную программу с интересами детей. Их не интересы, их не мотивы, чтобы это все проявилось. У нас еще есть кружок моделирования. Именно сегодня вот эти ребята придут на кружок объединения по интересам. Там уже да, очень учитываются эти интересные. И все, что они научились на уроках у меня, используют там эти знания и навыки. В вопросах трудового обучения в Гомельской области безусловный лидер Зеленочская. Детский сад средней школы Калинковичского района. На республиканском совещании педагогических работников с участием президента директор учреждения Леонид Черняков даже делился опытом работы. Никаких секретов у него нет. За последнее время на базе школы прошли уже два областных семинара. Местные учащиеся действительно могут все. И керамические изделия изготовить, и плитку тротуарную. Причем с глиной здесь начинают работать еще с детского сада. В начале это игра, потом приобщение к труду и неплохая финансовая помощь школе. Кстати, Зеленочское учреждение образования, вероятно, одно из немногих, где родителям не предлагают принять участие в ремонтах и подготовке к новому учебному году. Хватает заработанного. Тем более, что кроме керамических изделий, учащиеся помогают еще и на огороде. Если так можно назвать участок, в почти два гектара, где выращиваются овощи и картофель. В какой-то период времени некоторые родители с таким приобщением учащихся к труду были не совсем согласны. Однако потом точку зрения все-таки изменили. Хотя и говорить о том, что детей насильно заставляют работать, не приходится. Дети выполняют только посильную работу. Это там прополка, уборка легкая. А что касается там, они работают там от часа до полторы, то есть перерывом, так, несколько минут. То есть это для детей мы стремимся, чтобы не тучить их от труда, а заинтересовать их трудом. И мы еще самое главное направление, что мы учим детей трудиться, а не играть труд. От сердца должна быть и любовь учащихся к своим педагогам и самой школе. На уроке пения они исполняют произведения о первом учителе, а на концертах декламируют стихотворение о Зеленоческой базовой. Когда-то его написал белорусский поэт Владимир Веремечек, тоже, кстати, директор школы, только другой, из Реческого района. Дедурец радость мне в три столки, будинок зградной вашей школки. А в тим будинку рует дитячий, раша мудра задача, читает книжки в охоту и любит ростную работу. Живите сто годов и более, да не забудьте своей школы, Если уже продолжить тему способностей школьников Гомельщины исполнять литературные произведения, то обязательно следует отметить победительницу республиканского конкурса «Юных чтецов», который в этом году прошел в рамках дня белорусской письменности. Ученица четвертого класса Жлобинской начальной школы номер два Даша Хоменко исполнила басню Кондрата Крапивы «Дед и баба». Получилось столь эмоционально, что все судьи были просто покорены. Кондрата Крапивы «Дед и баба Каша» «Ты поможешь так коню, як хворобе кашель» «Ах, ты ж елупень старый, баба дедолая, что же тут хоть ты с горы» «Мне беда малая, потом хоп я нас колес, села ля дороги, а коня, як черт понес, де взялись ей ноги» Классный руководитель Даша Хоменко и всего четвертого А-класса Татьяна Огаркова убеждена «Каждый ребенок талантлив, главное вовремя раскрыть этот талант, и тогда в школе появится еще одна звездочка» Эту точку зрения может, наверное, разделить и директор Вербовической базовой школы Наравлянского района Сегодня здесь обучаются 44 школьника В самом большом классе 8 учащихся, а в самом маленьком всего 2 Уроки больше похожи на репетиторство, занятия индивидуальные, а знания проверяются каждый день Ученики не понимают, как можно не выучить уроки, ведь обязательно вызовут В этой школе все на виду, и это делает коллектив сплоченнее и дружнее Не в последнюю очередь по этой причине в Вербовичах категорически против закрытия малокомплектных школ И подвоза детей в учебные заведения райцентра, хотя есть и другие основания Ну тогда село уже вообще от деревни будет умирать, если не будет школы, то что будет лучше? В школе это жизнь, в школу приходят и на мероприятия, и в спортивный зал Ну они в город съездили, а вечером куда? Да, в школе и спортивный зал, и кружки, и все остальное Детский дом семейного типа – это тоже небольшое учреждение образования Правда, учат здесь не школьным предметом Задача родителей – воспитать, дать образование и возможность получить профессию Подготовить детей к самостоятельной жизни и по мере сил поддерживать их и дальше, после выпуска У этих детей настолько разные судьбы, что рассказать какую-то одну типичную историю невозможно Сегодня в Наравлянском детском доме живут 10 несовершеннолетних Для того, чтобы стать родителями-воспитателями, Галине и Владимиру Немаховым пришлось победить в конкурсе И пройти курс специальной подготовки Для работы в таком учреждении необходимо не только большое терпение, но и явные педагогические способности Самый тяжелый период – это адаптация ребенка в семье Очень самый тяжелый, когда дети только приходят Они попадают в чужую, скажем, обстановку, в чужую среду И им очень тяжело Нам тоже тяжело, понимаете? Надо ребенка прочувствовать, увидеть, понять Мы стараемся под него подстраиваться Ну, так получается, что мы находим общий язык с этими детьми Ну, адаптация проходит тяжело В день приезда нашей съемочной группы в Наравлянском детском доме семейного типа был праздник Алине Крупа исполнилось 9 лет По этому поводу купили торт и приготовили чай Сегодня за одним столом собралась действительно одна семья Все просто, однако, как этой простоты часто недостает в обычных семьях Когда у кого-то день рождения, мы с мамой, с папой едем покупать тортик Собираемся все за стол Потом после тортика мы выходим играть на улице В беседке собираемся разговаривать Детские дома семейного типа – альтернативная форма государственному содержанию и воспитанию детей-сирот Однако при этом они учреждения ведомственные, а поэтому вся их деятельность находится под постоянным контролем Мы посещаем детский дом семейного типа не реже одного раза в две недели И каждый день практически мы созваниваемся с приемными, с родителями-воспитателями, держим связь по телефону Смотровые комиссии посещают детский дом семейного типа, смотрят пожарную безопасность, электробезопасность, состояние придомовой территории Мы тоже на это обращаем внимание У учащихся Полесского государственного аграрного колледжа самостоятельности значительно больше Но и ответственности за свою дальнейшую судьбу больше тоже Сегодня здесь готовят агрономов, зоотехников и техников-механиков Причем одновременно с основной можно дополнительно освоить еще семь рабочих профессий От тракториста до оператора машинного доения За почти 40 лет существования учреждения здесь создана материальная база, позволяющая готовить высоко квалифицированные кадры Хотя готовить здесь можно не только дипломированных специалистов В Полесском аграрном колледже просчитали возможности обучения школьников старших классов в шестой учебный день Сегодня в Гомельском облсполкоме подготовлено решение о получении ими рабочих специальностей Что позволит более уверенно чувствовать себя на рынке труда В прошлом учебном году свидетельства о присвоении квалификационных разрядов в области получили около 300 выпускников Теперь такая практика должна стать массовой Что, впрочем, не исключает необходимости проведения профориентационной работы И набора учащихся для обучения в колледже уже на более высоком уровне Разработана, продумана целая система профориентационной работы Во-первых, на базе колледжа еженедельно проходят профориентационные субботы В ходе которых мы приглашаем выпускников базовых, средних школ, сельских, городских школ Для колледжа и рассказываем учреждения образования о тех профессиях, по которым мы готовим Показываем базу, рассказываем о возможности трудоустройства, рассказываем о своих выпускниках Во время работы областной педагогической конференции повышению качества образования особое внимание Тем более, что резервы есть По итогам проведения последнего централизованного тестирования Гомельская область впервые заняла первое место Однако при этом в ряде районов результаты все еще достаточно скромные Очень тесное взаимодействие учреждений среднего образования и высшей школы И я думаю, что в этом году мы акцент будем усиливать для того, чтобы подбираться наиболее подготовленных выпускников школ Для поступления в высшее учебное заведение, более качественный отбор Конечно же, качество образования отражается абсолютно на всем Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова